Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Может террористы подкинули? Танюш, ну какие террористы? Ну вот кто-то забыл, наверное Кто забывает такие деньги, дуреха? Разве что киллер? Слушай, тут документы есть Вот, есть паспорт Бондарь Сергей Николаевич Должен быть адрес Слушай, так он недалеко живет Может сходим? Да сейчас! А вдруг там притон какой-то? Я еще пожить хочу Ну вот тут две минуты ходьбы Пойдем Да? Нет, я еще на работе Как не успеваешь? Вадик, ну ты как всегда, блин Что-то случилось? Да Вадик не успевает Алинку из садика забрать Это же моя рыбка одна там сидит Я побежала Давай мы к этому Сергею завтра Сходим, портфель отнесем Давай? Нет, я пойду сегодня Потому что если человеку срочно деньги нужны Ну может операция Или вдруг сделка какая-то важная Слушай, ну я переживать за тебя буду Хоть позвони мне, окей? Окей, не переживай Давай, пока Я вспомнила, как однажды я забыла кошелек Со всей своей зарплаты в магазине И когда я вернулась, продавщица протянула мне его Я была самая счастливая на свете Конечно, я волновалась, когда шла с портфелем, набитыми деньгами Но совесть мне подсказала, что я поступаю правильно Виктория побоивалася идти с такой великой суммой одна И незабаром пошкодувала, что не дослухалася до слов подруги Здравствуйте А мне нужен Сергей А ты что от него хочешь? Ну, он мне нужен лично Шлюха, что ли, его? Вы что, женщина? Слышь, Кобель, тут тебе девка пришла Вы вообще по какому праву меня оскорбляете? Лариса Викторовна Ириша уехала, а он баб водить А вы Сергей? А то ты не знаешь Да, Сергей, вы ко мне? Да В благоделать проконтролировать приехала Устроили здесь публичный дом Скажите, пожалуйста, вы сегодня в сервисном центре Ничего не забывали? Вы нашли мой портфель Да Шифровщики хреновые Я вас сразу раскусила, любовнички Вот возьмите, пожалуйста, и больше не забывайте До свидания Плохо, что я была без Татьяны Надо было ее все-таки послушать и пойти туда утром А вообще, по-хорошему, заявить в милицию Вот тогда бы я точно не выслушала столько гадостей в свой адрес Девушка, подождите, пожалуйста Что вы хотите? Если эта потаскуха еще придет, я ей патлы повыдираю Не обращайте внимания, это моя теща Спасибо вам большое Девушка, подождите Уберите руку До свидания Я тогда зареклась вообще кому-то помогать Было такое чувство, как будто на меня вылили ведро помоев Дорогою додому жінка зустріла своего хлопца Андрія Пара уже рік жила разом І Віка была впевнена, що вони незабаром одружаться Привет Привет, зая Устала? Это настроение в хлам вообще А что там? А, это я нам этой рыбкой соленой купила, картошки И вот слойки свои любимые О, здорово А джинсы не треснут? Слушай, ну мне стресс надо снять Слушай, ты можешь сегодня скачать какую-нибудь киношку веселую Посмотрим вечером Прости, я сегодня с пацанами договорился пиво попить А, ну спасибо, поддержал Не обижайся, я скоро вернусь Слушай, оставь мне рыбки и кроссовки постирай Я хотела провести этот вечер с Андреем Но, похоже, его друзья для него значили больше, чем я В общем, настроение в этот вечер было испорчено окончательно Та разговариваю с хлопцем Неприемности того вечера для женщины не закончились О, привет, мам Привет, давай Ой, на улице такая слякать Слякать, она слякать Как тут? Раздевайся Тяжелезные такие сумки Папа вчера на рыбалку ходил Карпиков сладенькие зажарила Судочки, холодец Баночки, бурщик Картошечка с сухтельками Винегретик Винегретик Ого, я его-то сошила Слушай, мам, ничего себе, как ты это все успела наготовить? Не одно же готовить А где этот? Сам ушел, а любых было Мама, у этого есть имя Какое? Альфонес? Так все, хватит Зря ты меня не хочешь слушать Слушай, ты знаешь, мне твои нотации уже вот где Вика, посадила ты его на свою шею А он ноги свесил Жрет на халяву Пиво пьет за твои же деньги Слушай, если ты решила, как всегда, скандалить То лучше уходи тогда Я же тебе беспокоюсь Ты же у нас умничка Институт заканчивал не для вот этого вот Я же хочу, чтобы рядом с тобой был Достойный человек В конце концов, квартира оформлена на папу Вот посмотришь Он на него рассердится И выгонит этого малолетку в три шеи Да, мам Андрей младше меня на два года Но у нас все хорошо Мы любим друг друга Ладно, вот что я хотела сказать У нас на фабрике место конструктора освободилось Может, пойдешь? Захваты повысили Итальянцы два года отшиваются Мам, ты знаешь, что я ни дня не работала по специальности И институт этот закончил Только потому, что ты так хотела А сейчас можно я буду делать то, что я хочу? И да, кстати У меня очень хорошая перспективная работа И бросать ее не собираюсь У меня всегда портилось настроение, когда приходила мама Ну, потому что она ненавидела Андрея Я все время его обсуждала Но в тот вечер я решила, что нужно поговорить с ним серьезно И узнать, какие у него планы на будущее Не дочекавшись Андрея, Вика легла спать Кресь сон вона почула, как он пришел Тому поднялась излишка, чтобы, как и плановала, серьезно поговорить Слушай, у тебя классная мать готовит, если бы ее еще не видеть Ну, че ты так поздно? Ну, я же тебе говорил, что мы с пацанами будем пиво пить Странно Какой ты трезвый Это что, плохо? Нет, хорошо Слушай, я хотела с тобой поговорить Только ты, пожалуйста, не обижайся Разговор будет о работе Утка Мама, я тебя люблю Андрей Ладно, не парься Я с пацанами разговаривал насчет работы Все будет хорошо Серьезно? Угу А это... Это ты так о работе разговаривал? А, да это... Это девушка рыжего прислонилась Ты что думаешь, я? Ну, мог бы и меня взять Ну, просто другие парни всегда приглашают своих девушек А ты мне даже не предложил Вика, ну не начинай Идем спать Эта помада не давала мне покоя Я, с одной стороны, была все-таки рада, что Андрей пойдет работать Но, с другой стороны, я переживала, что он изменяет мне Наступного дня на девчину очікувала не лише несподівана, але й неприємна зустріч Все, до свидания, всего доброго, до свидания Здравствуйте, у вас что? Вот пришла на тебя посмотреть Так вот, где наш дитёк тебя подцепил Женщина, вы мне, конечно, извините, но вам что, заняться больше нечем? Лариса Викторовна, дорогая! Леночка Я думала, что теща Сергея хочет сдать в ремонт какую-то технику Но, когда к ней вышла наша Елена Ивановна, я поняла, что речь пойдет именно обо мне Я даже не подозревала, чем это может закончиться Чтобы заспокоиться, Вика вы решила поговорить с подругой Та слова Тані змусила ее квилюватися ще дуще Вик, что это было? Кто это, женщина? Да это свекровь того парня, который забыл у нас портфель Ну, я когда вообще к ним пришла домой, она мне открыла дверь, ничем не разобравшись Просто взяла, вылила на меня ведро помоев Просто надумала всякого себе, ну, типа я его любовница, ну, все такое А я тебе говорила, не ходи одна? Да, такой мерзкой тетки я еще не встречала Не говори, меня вообще трясет от нее А ты видела, как она, слушай, директрисой обнималась? Не к добру это, Вика Не к добру Эй ты, прошмандовка Держись подальше от моего Сергея А то ты очень пожалеешь, что влезла в нашу семью Тогда я не придала значения угрозам этой женщины Ведь я была ни в чем не виновата И вообще само понятие измены для меня всегда было противным Я никогда даже в мыслях не изменяла Андрею Весь день Викторию не покидали почуття тревоги через визит тещи Сергея Та проблемы для девчины лишь начали Ты куда собираешься? Вы что, в ресторан идете? Ага, дождешься от него Идем с Вадиком ему костюм выбирать А он, как обычно, опаздывает О, уже у входа стоит Ну, я побежала Давай, пока Пока Здравствуйте, Виктория А зачем вы пришли? Меня еще до сих пор от этой вашей тещи колотит Вик, ну, тогда действительно получилась некрасивая ситуация Простите И спасибо за то, что вы сделали Как мне вас отблагодарить? А, нет, не надо Вы знаете, я ничего такого не сделала, правда И, вы знаете, вам лучше уйти Позвольте, я вам помогу Давайте Правда, вы моя спасительница Если бы не вы То я бы тогда, наверное, здесь и не стоял До свидания, Елена Ивановна Сергей был, конечно, очень приятным и милым молодым человеком Но его появление только навредило мне Елена Ивановна смотрела на меня волком Из чего я сделала вывод, что теща Сергея наплела про меня разных небылиц Виктория сподівалася забути про всі неприемности того дня И провести вечер с коханым Женка подготовила ему сюрприз Та реакция хлопця неабияк ее засмутила Это что такое? Ну, за работу нужно было выставиться Днем? Андрей, вы что, съели всю еду? Мама на неделю наготовила Подожди, ну мне же нужно было как-то договориться о работе Слушай, я тут билеты в кино купила Давай сходим Нет, не хочу, я устал, спать хочу Знаешь, Андрей, у меня иногда такое впечатление Складывается, что ты живешь со мной ради того, чтобы покушать и где-то переночевать Ну, слушай, не дуйся Много за билеты отдала Какая разница? Я ведь для тебя сюрприз хотела сделать Ну да, не обижайся Тогда я хотела все бросить и уехать к маме Но я точно знала, что как только я переступлю порог дома и они увидят мое заплаканное лицо Андрея не будет в моей жизни Папа вышвырнет его в два счета Дорогою на работу Вікторія зустріла Тетяну, яка повідомила, что на них чекает ревізия Про это Таню попередила ее знакома с головного офису День тяжелый будет Я прямо одним местом чувствую, что у меня боки вылезут А Елена Ивановна такая, что она ее уволить может Что ж, все так страшно? Да в моем компе черт ногу слонит Если бы я знала, привела бы базу в порядок Что же делать-то, а? А ты, я смотрю, все такая спокойная Тебе все равно? У меня все хорошо, чем не трястись А я тебе говорила, не оставляй все на потом Тебе все равно, потому что у тебя детей нет И родители рядом, если что, подстрахуют А мы с мужем одни Никакой поддержки Даже ребенка не с кем оставить Я не могла тогда думать о работе В голове сидела только обида на Андрея И я все меньше верила в то, что он изменится И мы станем настоящей семьей Після перевірки директор викликала Вікторію до себе Девчина вирішила, что мова піде про звільнение Ей колеги, але й гадки не мала, як помилялася Вызывали Елена Ивановна? Да, Виктория, проходи Присаживайся У тебя, Виктория, обнаружено серьезное нарушение У меня? Не может этого быть Вместо платного ремонта ты оформила гарантийный А это тысячи гривен Детали из Японии шли Ты вообще понимаешь, как ты меня подставила? Вы точно уверены? Не может этого быть Самоуверенности тебе не занимать Проверял офис, так что претензии не ко мне Вот пришел приказ о твоем увольнении Елена Ивановна, вы же знаете, что я всегда делаю все хорошо Ну, моя дорогая И на старуху бывает проруха Все, что я могу для тебя сделать Это уволить по-собственному Я не думаю, что тебе нужны проблемы в трудовой Спасибо, Елена Ивановна Я была уверена, что меня подставили Но кто? И только спустя время я поняла, что это была моя начальница Ведь только у нее был доступ к моему компьютеру И теща Сергея к ней приходила тоже не просто так Ведь тогда они уже обо всем договорились Игуль, привет А ты чего так рано? А ты чего здесь делаешь? А я к тебе, слушай, дай день Я такие классные кроссовки видел Всего тысячу даже Сколько? Ну, это очень дешево для таких кроссовок Я их в клипе каком-то видел А теперь на сейфе, ну, представляешь? Вообще-то меня сегодня с работы уволили Это наши последние деньги Слушай, спасибо, малыш Я знал, что ты не откажешь Это я возьму на пиво, чтобы сразу обмыть Андрей, ты вообще слышал, что я сказала? Ну, ты когда на работу пойдешь? Так теперь в новых кроссовках я туда летать буду Все, давай, пока Андрей! Андрей! Я, конечно же, понимала, что поступаю неправильно Давай деньги Сергею Но мы ведь были почти с семьей И тем более он обещал устроиться на работу И все отдать А я ведь его любила и верила Идиотка Наступного дня Вікторія взялася за пошуки работы И звернулася за допомогою до подруги дитинства Привет Привет Заходи Слушай Конечно, капец, работай Сочувствую тебя Так, ты только босиком не ходи Я тебе сейчас тапочки дам Держи Угу Ты что, ждешь кого-то? Нет Яки потрясіння принесет дзвінок у двері Віка повертає на знайомцю загублену сумку зі значною сумою грошей Та те, що чоловіка вирішує, що дівчина – його куханка Через зв'язки з жінки Віка втрачає роботу Які нові неприємності чекають на дівчину за борохом? Ты что, ждешь кого-то? Нет Здравствуйте Здравствуйте Вы Виктория Гайдукова? Да Заказное письмо на ваше имя Распишитесь в получении Вот здесь Спасибо Спасибо До свидания До свидания А это що такое? Фиг я его знаю, щас посмотрю Держи Спасибо Короче, якщо я не оплачу задолженность по кредиту У меня конфискуєт телефон і ноутбук А я ще должна оплатить пеню і штраф в банкі Пипец Капец Ну, що мені тепер діляти, а? Проходи Андрей захотел новий телефон і ноутбук Я оформила кредит на себе і внесла половину Остальну половину должен был внести он Но Андрей даже не парился по этому поводу А мне тогда только еще с банком проблем не хватало Есть, только тебя туда не возьмут Ты же взросла девочка Пожалуйста, не нужно перекладывать свои проблемы на других Я тваринки вообще такого не ожидала Как ребенок Ты вообще меня слышишь или нет? Да отстань ты Так все Мы еще должны за этот компьютер и за телефон твой тоже, между прочим Послушай, я тебе уже тысячу раз говорил, ищу Я ищу работу Андрей, да пока ты ищешь, мне вот пеня пришла из банка А кредит, между прочим, на мне Проблемы будут тоже у меня Послушай, тебя же никто не заставлял его брать Ты сама захотела Спасибо тебе огромное Я еще и виновата осталась Ты куда? Сваливай отсюда, достала ты меня Андрей, Андрей Я долго откладывала этот разговор, не начинала Потому что прекрасно понимала, что все кончится ссорой Но как заставить Андрея пойти на работу, я не знала И вообще я боялась, что он психанет и уйдет от меня А зачем вы пришли? Меня и так из-за вас уволили Да, я знаю, я пришел возместить моральный ущерб Держите Ну я даже не знаю, ну не вы же меня уволили Перестаньте, вы сделали доброе дело, лишились работы Берите, 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 берите Говорила же мне мама, что ты к этой потаскухе таскаешься А я дура еще не верила Да вы просто два параноика Так, все, с меня хватит Куда пошла? Отпусти меня Отпусти, пожалуйста Убери Ира, перестань Шлюха, не приближайся к нему Это ты ему скажи А вы вообще перестаньте ко мне ходить И деньги мне ваши не нужны Пойдем Сергей оказалась бешеной не только теща Я не понимала, как мужья живут с такими женами Это что было? Андрюш, ну я все объясню Значит, меня ты пилишь, а с ним спишь за бабки? Андрей, ты больной Ты думаешь, я не видел деньги, которые он тебе дал? Ну, Андрюш, ну это же благодарность за то, что его сумку вернула Что меня за дурака держишь? Андрей, ну я не виновата, что у него такая ремнивая жена Ты куда? Пойду пройдусь Жарко стало Как мне было доказать Андрею, что с Сергеем у нас ничего нет? В общем, мне плевать на то, что у него не было работы Для меня было важно, чтобы он мне поверил, и мы с ним не расстались Как не хотелося Викторе, та вона все ж погодилася на пропозицию матери И поехала на співбесіду до швейной фабрики, где працювала Раиса Сергеевна Сыночка, не переживай, не найдешь себе работу Да ладно, мам, я так и знала, что меня не возьмут Я сейчас приду домой, напишу новое резюме и пойду штурмовать офисы Нам бы с папой из банка звонили, зачем кредит звонить? Ну я же говорила, у меня телефон глючил Сдала бы в ремонт Мы с отцом тебе на 25 лет ноутбук подарили Зачем другой понадобился? Это я ему паразиты купила? Мам, перестань Ерму себе на шею повесила Мам, пожалуйста, я тебя прошу, перестань Вот ты как хочешь, а я ему позвоню и все выскажу Мам, пожалуйста, не надо Не надо Где ты нашла такого козла? Мама, мальчиков других не было, что ли? Андрей единственный вообще, который обратил на меня внимание Ты что, хочешь сказать, что за мной раньше табунами бегали поклонники? Вообще, если мы расстанемся, я вообще-то никому не нужна буду Вит, какая же ты у меня дурочка Пока, мам Я не знала, где берут этих нормальных парней Но не могла же я сама первой знакомиться Я просто знала, что если я расстанусь с Андреем, то до конца своих дней я останусь старой девой Того вечера Андрей додому не пришел Женка боялася, что матер все же выполнила свои погрози и подзвонила хлопцеве Алло Да, это я Слушай, скажи, пожалуйста, он тебе не звонил? Ну, я ему уже сто раз звонила Ну, у него телефон отключен Гена, я тебя очень прошу, пожалуйста, если он тебе позвонит, ты можешь сразу же позвонить мне Хорошо, спасибо тебе огромное Да Давай, пока Алло, мам Вика, что-то случилось? Андрей ушел Мам с папой приехать? Ну, зачем ты ему звонила, а? Ну, зачем? Ну, кто тебя просил? Я тебя просила об этом Ну, перестань вмешиваться в мою личную жизнь Хватит, я прошу тебя, иначе я вообще с тобой общаться перестану Я прислушивалась к каждому звуку К подъезжавшей машине, к хлопаню двери подъезде, к едущему лифту И думала, это Андрей Я боялась, что он вообще не придет В очікуванні Андрія Вікторія заснула, а прокинулась жінка від вражаючої звістки Да Да, Гайдукова Из милиции? Да Да, конечно А что с ним? Да, я поняла, я, конечно, да, я сейчас буду Да, спасибо вам огромное Следователь не сказал мне тогда, что с Андреем А я сама не успела спросить, жив он или нет От одной мысли об этом у меня просто подкашивались ноги Дорогою до відділку Вікторія ніяк не могла прийти до тями И дуже боялася почути погані новини Вы вызывали меня? Я Викторія Гайдукова Присаживайтесь Вы по поводу Андрея по драке, да? Да Садитесь Спасибо Напал на Сергея Бондаря И сбил его Как? А с Сергеем что? Лежал с разбитой головой Без сознания В больничку отправили Боже Да жив он Площа за парня своего трясись Посадить его могут Лет на пять Идиот Что ты ругаешься? Скажешь, не виновата Не гуляла бы Парень бы так не подставился Да вы что? Да это глупая ревность Все вы бабы одинаковые Моя вон бывшая Не тем будь упомянута Гуляла безбожно Чуть не пристрелил Потом взял себя в руки Развелся Чуть погон не лишили Слушайте, а зачем вы меня путаете со своими бывшими женами? Едь Упрашивай своего хахля Пусть заберет заявление В колени падай Умоляй Не творил обед Выпутывай парня Спасибо, до свидания Я была в шоке от Андрея Решила расправиться с Сергеем Он поступил очень мерзко Я его не оправдывала Ведь он мне тогда был очень противен Виктория злилась на Андрея Но кинути его в беде не могла Дознавшись у следчего адреса лекарни Девчина поехала до Сергея Здравствуйте Здравствуйте Сергей, я... Я не знаю, что сказать Как-то так, Вика И такое бывает Честно говоря, я в шоке Честно говоря, я тоже в шоке Сергей, я... Я знаю, зачем вы пришли Вы хотите, чтобы я забрал заявление Вика повертає загублений портфель незнайомцю Человек хочет вдячити дівчині Та свідком їхньої розмови Стає хлопець Вики Через ревнощі Він влаштовує бійку І потрапляє за грати Девчина їде до лекарні, щоб вмовити чоловіка Відкликати свою заяву Чому його відповідь неабияк здивує Віку Сергей, я... Я знаю, зачем вы пришли Вы хотите, щоб я забрал заявление Да, це правда Андрей, він... Он, конечно, ідиот І я його дуже осуждаю Але він дуже ревнивий І він подумав, що ви мій любовнік Ну і мою історі ви теж знаєте Жена контролюєє кожного шагу І навіть підключила течі І тільки ми з вами вдвоєм знаємо, що Меж до нами нічого не було Міка, я можу дати вам совет Бегите Бегите от своєго парня Добром це не закінчиться, ви ж поверте Я заберу заявление Але тільки раді вас Дякую вам огромне Я, конечно, приврала, коли сказала, що Андрей мене жутко ревнує Але мені потрібно було, щоб Сергей забрал заявление Вийдя від нього, я вдруг поняла, що він мені нравится Ну і тут же розтроїлася, тому що я знала, що такий, як Сергей, мені не світить Наступного дня дівчина зателефонувала Марині і погодилася роздавати рекламні листівки Та перший робочий день закінчився для неї несподівано Ой, руки уберіть, я зараз закричу Взагалі без мозгов Та ладно, ти що, що так не розумієш? Ти мені не рада Андрій, чому мені радуватися? Ти людина збив, ти розумієш? Я ходила до нього і просила, щоб він забрал заявление Ну, якщо забрал, значить добре попросила А ти на що намекаєш? Та так, ні на що Слушай, Андрій, я що, разведувала тебе хоть раз повод для ревности? Ладно, проехали Слушай, дай ключі, я свої посею Да І денег на сигарет, курить хочеться Андрій, це наші останні дінки Тобі що, жалко, що ли? Ти понимаєш, де я був? Слушай, Андрюш, а давай ми завтра вместе с тобою выйдем, поработаєм? Ну, ти на одній точці постоїш, я на другій А вечером в два рази більше денег буде Що, лошара, щоб тут стоять, листовки роздавали? А, значить, я лошара Після зміни Вікторія поїхала до Сергія, щоб подякувати за те, що він відкликав заяву Не знайшовши чоловіка в палаті, вона вирішила пошукати його в коридорі Та в результаті стала свідком шокуючої розмови Дякую за перегляд! 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 Дякую за переглядами не прибили! Я б вже зараз виїжджала з салона! Отлично, а главное, що честно, дякую! Милый, прости, вирвалась, я не знаю, що на мене нашло Я вся на нервах, я всю ніч за тебе проревела Прости, пожалуйста! Убери руки, пожалуйста, хватит! Ми оба знаємо, що ти мене не любиш! Це ревність – це всього лиш фальш! Все, що тобі потрібно від мене – це машина, квартира, деньги, фірма Ти мене достала вже з своєї мамаші! Ну, знаєш, не ожидала від тебе Ір, я подаю на развод! Що?! Подожди! Та ти пожалеєш, я тебе як ливко обдеру! Я слушала і не верила своїм ушам Сергій нужен був своєй жене только як спонсор, як денежний мешок Любви там не наблюдалось Вікторія була під враженням від розмови Сергія з дружиною Аби він не запідозрив її в тому, що вона їх підслуховувала Дівчина повернулася до палати і чекала його там Здравствуйте, Сергій! Я забрал заявлення Що я можу ще для вас робити? Ну, я хотіла просто вас поблагодарити Поблагодарили? Тепер до свидания Дівчина хвилювалася через сварку з Андрієм і хотіла помиритися з коханим Та як виявилося, чоловік зовсім не переймався негараздами у їхніх стосунках Нормально О, Викуся Блин, я давно к себе попасть не могу Так, братан, он освобождение празднує Андрійна приглашала в мою квартиру кучу народа Это вообще не лезло ни в какие ворота Андрій, Марина, а що ви делаєте? Опа дос Это что, так смешно? Видела бы ты себя со стороны Значит так Забрал свои вещи Забрал своих друзей И вон отсюда Я подумала Так мне и надо Но неужели не ясно было, что Андрей пользуется мною Держит меня за дуру Было, конечно, обидно до боли Но, наверное, лучше проснуться поздно, чем никогда Жінка была ошелечена побаченым И ледве стримувалася, щоб не расплакатися Та далі чоловік шокував віку ще більше Давно это вы у меня за спиной? Не могу одного понять Если ты спиш с Мариной, ты зачем избил Сергея? Ты что, действительно думаешь, что я из-за ревности это сделал? Я врезал ему, потому что хотел отобрать у него портфель с деньгами Вот и все Ты что, идиот? А не проще было на работу устроиться? Ну ты же сядешь в итоге Слушай, идем отсюда Тошнит уже слушать эти морали Может, это Гена? Я тогда подумала, лишь бы это была не мама Она ведь частенько приезжала ко мне без предупреждения И я молила Бога, чтобы за дверью оказалась не она Бекусь, а что у вас тут такое? Блин, нужно было сразу сваливать Теперь придется слушать эту кукурицу Что за срач в квартире? А ты куда собрался? Не поверите, ухожу Здрасте, цитра К ней что ли? Он тебе ноутбук отдал? Мам, ну какой ноутбук? Мне сейчас вообще не до этого Так, достал быстренько ноутбук, или я подаю заявление И телефон Молодец, хорошенько Не переживай, сыношка, я тебе свой старый отдам Говорила я Витке, что ты ей не подруга Ты всегда предательницей была Ой-ой-ой Мама Мамочка Поплачь, поплачь Слава Богу, она тебе открылась Сейчас мы все уберем И ты начнешь новую жизнь Когда Андрей с Маринкой ушли Мама стала вести себя, как будто ничего не случилось Это очень хорошо, что она меня не осуждала Виктория решила взяти невелику паузу у пошуках роботи, чтобы оговдаться после разрыва с Андреем ТОМНУЗЬ ТОМНУЗЬ ТОМНУЗИ Алло Вика, это Сергей. Я хотел извиниться, нервы совсем сдали. Я... Хорошо, ваши извинения приняты. Вы что, там плачете? Что случилось? Ну, ничего хорошего. Работы нет, денег, банк торчу. Да еще и парень меня бросил и эту чашку разбила. Вик, давайте увидимся, поговорим. Возможно, я смогу вам чем-то помочь. Сереж, я вас прошу честно, мне сейчас не до этого. Извините меня, пожалуйста. Хорошо? Давайте потом как-нибудь. Извините, пожалуйста. Возможно, Сергей хотел мне искренне помочь, но в тот момент я не могла никого видеть. Для меня была попытка общаться с любым мужчиной, ведь Андрей мне очень больно сделал. Хотя что такое настоящий боль и страх, я узнала чуть позже. Те, что ждало на девчину, уже замыть, змусило ее швидко забути про свои душевные потрясения. Нам бы Андрюша. Андрей здесь больше не живет. Не живет, говоришь? Нет. А курточка че? Ну, это он, наверное, забыл забрать. Не нравится мне, что ты врешь. Что вы руки распускаете? Отпустите, я сейчас кричать буду. Отпустите. Отпустите меня. Что вы делаете? Это были люди из криминального мира. Такие ребята не шутят и ничего хорошего я от них ждать не могла. Я поняла, что пропала. Что ты булками, курица? Лежать сказал! Пожалуйста, я ничего не знаю, у меня ничего нет. Слышишь, твой Андрюша, он в 20 штук торчит. Долларов? Можно и долларов. А вы тихо, ты смотри телевизор. Нету таких денег. Ну, два телефона и золотишка. Но этого маловато. Хватит, натурой возьмем. Чи врятуется девчина? Коханый Вики живет за ее рахунок. Вона узнает, что Андрій зраджує с ее подругой и проганяет парня. Наступного дня до квартиры вриваются кредиторы Андрія. Чим закінчится небезпечное знакомство? Да, чим может один телефонный звонок врятовать жизнь? Твой Андрюша, он в 20 штук торчит. Долларов? Можно и долларов. А вы тихо, ты смотри телевизор. У меня нету таких денег. Ну, два телефона и золотишка. Но этого маловато. Хватит, натурой возьмем. Че ты какие-то? Не бойся, больно не бойно. Дай сюда. А дам потом, ты будешь хорошей девочкой. Для деньги. Ничего нету. Слышишь? Давай так, чтобы я типичный наводил. Делай вы. У меня ничего нету, пожалуйста. Я вас прошу, у меня ничего нету. У меня душа ушла в пятки. Ведь я никогда не попадала в подобные ситуации. Не проклинала тот день, когда я начала встречаться с Андреем. Пожалуйста. Слышишь по-хорошему, а будет по-плохому. Че делать будем? Пойди посмотри, может, это Андрюша вернует. А-а-а! Че, шуфу, курится молчать? Да там хмырь какой-то. Это мой брат, это он звонил. Если ему не открыть, он бойдет в милицию. Да открыть можно. Только нужно будет по голове чем-то долбануть. Че я за бред, шу тебя? Мать! Сережа, уходи! Мне было очень страшно. Я думала, умру на месте. Но Сергей быстро скрутил этих двоих и спас меня. Полиция приехала швидко. Як навмисно на виклик прибыл той самый следший, який ввел справу про напад на Сергея. Распишитесь. Хорошо, что вы волью не подуспели. Эти двои давно в розыске. Вы все Андрея защищали. Разберемся. Вам спасибо. Спасибо, до свидания. Если бы не ты, я... Я втрескала Сергея Поша и круглосуточно думала о нем. Но таких чувств я не испытывала никогда. Через несколько дней Виктория зателефонувалась с колишней работы и попросили зайти. В общем, с возвращением, Викось. Спасибо. Должность у тебя будет та же самая, а вот зарплата чуть больше. Слушай, Танюш, как у тебя вообще это получилось? Ну, помнишь, у нас проверка была? Так проверяли не только нас, а и Елену Ивановну. В общем, нашлась у нее пара-тройка несостыковок на приличную сумму. Учредители ей даже тюрьмой угрожали. А она финт конем и на пенсию ушла. И вот меня на ее место поставили. Да, история. Да ладно, она твоей в подметке не годится. Как там твой Сережа? Вы потом встречались? Вообще никакой он не мой. Так вроде искра пролетела, а потом я ему звоню, а он все время занят. Ну, может, правда человек занят. Скажи спасибо, что он тебе жизнь спас. Это да. Ты уже как дурочка размечталась. Знаешь, что я думаю? Вот он тебя спас, на этой волне чувства и накатили. А потом просто понял, что поторопился. Да. Я тоже так думаю. Я была уверена, что Сергей пожалел о том, что проявил свои чувства. И поэтому не хотел встречаться. Ну, скорее всего, он остался с женой. Виктория поринула с головой в работу. Девчина намагалася выкинути с головы Сергея, адже вважала их стосунки нездъясненною мрією. Однако сделать это, выявилось, не так просто. Я, наверное, пойду? Ну, давай, пока. Давай. Это мне? Прости, я не мог приехать раньше. Нужно было кое-что закончить. Сереж, я... Вик, послушай, я ушел от жены и подал на развод. И еще только не сердись. Я заплатил твой банковский кредит. Ну, зачем? Ну, я сама могла. Я уже устроилась на работу. Вик, послушай, я пришел пригласить тебя в ресторан. Ты мне не откажешь? Я согласна. Вот я и дождалась своего принца. И могу сказать с полной уверенностью, что нас свела судьба. Сережа, например, никогда ничего не забывает. А в тот день он оставил портфель у нас. Танюха ведь тоже могла отнести его вместе со мной, и тогда бы точно на этом все и закончилось. А так мы нашли друг друга. Он и я.